Весна вступила в свои права и сегодня я хочу посадить вот на этом участке мою проросшую рассаду. Вы видите, что шишки убраны и сразу хочу предупредить, если думаете, что шишек для мульчирования хватит в укошках, глубоко ошибаетесь, их надо много, тогда это будет красиво. И надо учесть, что во влажную погоду они сжимаются, то есть будет освобождаться пространство и будет проглядывать земля, поэтому их нужно ложить в накладку. Что у меня на этом участке? Здесь у нас кизиловое деревце растет, это крапива, я ее трогать не буду, она приносит большую пользу. И здесь пустырник. Я хочу посадить канну, сегодня буду сажать. Сегодня хороший день, молодая луна, у нас тепло, птицы поют, тюльпаны уже начали цвести, нарциссы цветут. И вот сегодня я приступлю к посадке. Посажу здесь бархатцев немножко и куст канн. Дело в том, что канны дают большой куст. Не сажайте одну луковицу, сажайте побольше. И тогда это будет мощный куст, очень красивый. Видите, что яма выкопана и яма довольно глубокая. Почему глубокая? Я хочу положить на дно ямы компост из нашей перегнойной ямы. Необходимо хорошо взрыхлить, перемешать с землей. Рассада у меня замечательно подросла. Вы видите, что канны пошли замечательно в рост. И сейчас покажу, какой куст для вот этой моей подготовленной ямы. Вот такой шикарный клубень даст шикарный куст. Яма выглядит вот так. Видно, что в ней есть компост. Богатая здесь почва получится. Вот так. И теперь, конечно, лучше пролить. Пользуюсь я водой из прудика. О прудике есть фильм. Поэтому прудик это не только удовольствие, но это еще и огромная польза. Потому как вода очень и очень полезная. Сейчас вода вся уйдет, питается. О том, когда я выставила канны на прорастание, смотрите фильм. Теперь, конечно, начну закрывать. У нас вчера было 23 градуса в тени. Сегодня обещается и обещают дожди. Поэтому очень, конечно, хорошо посадить. После того, как куст посажен, надо хорошо уплотнить землю, но внимательно, чтобы не попортить. У меня есть несколько фильмов о канне. Сейчас я посажу остальные мои росточки, покрою шишками. Я посадила несколько кустов, полью. Земля влажная. И скажете, зачем поливать? Скажу, чтобы уплотнить землю, чтобы вышел весь воздух, чтобы корешочки сразу же начали расти. И сейчас начну обкладывать шишками. Можно просто набрасывать. Видите? Это у нас прошлогодние шишки. Они нам послужат еще года 2-3. А потом опять съездим в посадку и наберем. Постепенно, шаг за шагом, вы видите, я закрыла шишками все пространство, где есть земля. Это мульчирование замечательное. И канны я тоже, посмотрите, заложила шишками, чтобы меньше было испарения. Уже сейчас 23 градуса, и земля очень быстро отдаст влагу. Все шишки уложены, все растения посажены. Все, вот так выглядит посаженный участочек. Очень красиво мульчировать. Там у нас уже тюльпаны расцвели. Сегодня 8 апреля. И вот хочу показать, что стоит у нас ванна старая, ненужная, но идет сток с крыши. И все время у нас там есть дождевая вода. Она скапливается. И потом мы просто поливаем наши любимые растения.